Добрый день! Представлю вам тезисы своего выступления на будущем еще круглом столе в Государственной Думе по проблемам самозанятости и платформенной занятости, которые пройдет на днях. Ну а вы можете ознакомиться с этими тезисами чуть-чуть пораньше. В последнее время вопрос с самозанятыми и платформенными занятыми в общественном сознании стабилизировался. Они есть, в чем никто уже не сомневается. Они представляют собой отдельную самостоятельную страту общества, социальную группу, класс. Кому как нравится. А вот дальше возникают разночтения. В левом тренде принято употреблять термины «новые угнетенные», «новые обездоленные», «новый пролетариат», «пролетариат 2.0» и так далее. Это не пустые слова. Действительно, то, что традиционный пролетариат сумел завоевать еще 100 лет назад, новому пролетариату пока не особо светит. Оплачиваемый отпуск, больничный, 8-часовой рабочий день. Да что там отпуск? Даже элементарные вопросы техники безопасности их часто как бы не касаются. Например, вы часто можете видеть курьеров в дождевиках, развозящих товары на байках или пешком. А ведь для рабочих традиционные занятости. Работа в дождь – грубейшее нарушение техники безопасности. А тут ведь за дождевики и те два года шла целая борьба. Но если в левой политической страте принято как-то стремиться к улучшению положения нового пролетариата, ну хотя бы до уровня старого, то в более либеральной среде отношение к этим проблемам иное. Никто не отрицает униженного положения новых обездоленных, но как-то менять их положение далеко не все стремятся. Наоборот, рассматривают его как фактор стабильности на рынке труда. Ну смотрите, в стране почти исчезла безработица. И если в Италии видят в самозанятых вариант безработных, ну и обеспечивают их социальный статус, соответственно, то у нас их считают вариантов предпринимателей. И какой еще им статус безработного? Сел на велик и погнал в назидание остальным. Это очень удобная позиция, и правительство склоняется именно к ней. Но есть второй аспект проблемы. Если можно так выразиться, физиологический, который прекрасно иллюстрируется анекдотом про цыгана, который совсем было приучил свою лошадь не есть и работать круглые сутки, а она почти уже приучилась, а потом возьми да подохни. Хроническая переработка, хроническая усталость, отсутствие медицинской помощи, особенно профилактической, делают свое дело. Люди на такой работе все чаще теряют здоровье и даже жизнь. И да, аж с течением временем и ростом численности самозанятых, а особенно платформенно занятых, печальная статистика будет ток расти. В общем, либеральная позиция и тут на высоте. Из выбывших из строя самозанятых можно ведь заменить мигрантами, а еще если потерявших кто-то способность мигрантов как-нибудь высылать на родину, вообще будет прекрасно. Но тут должно как-то проявить себя государство. Ну, вроде бы, хотя бы. На словах заинтересованы в приемлемых интегральных показателях здоровья общества. Выздоравливают как мухи, выглядят не очень. А где у нас физиологические нормы продолжительности рабочего дня, рабочей недели, соотношение часов сна и рабочего времени, а какой должен быть отпуск у трудящегося разного профиля? Кафедры и клиники профессиональных болезней очень сильно повредили, в основном остались только в системе Федерального медиабиологического агентства, и только там, где речь идет о довольно экзотических специальностях, ну, там, работающих с ионизирующим излучением, космонавтов, пилотов. А уже до шахтеров и водителей дела практически никакого нет. Говоря про обрубщиков, к примеру, а это одна, кстати, из самых вредных специальностей. Вибрационную болезнь никто пока не отменял. Для занятых – постоянно. А если рабочий с вибратором на самозанятости – вообще его проблемы. А уж ответов, сколько должен бегать курьер с заказами, сколько ему потом отсыпаться, науке неизвестно. И как, допустим, депутатам голосовать за ту или иную норму, если нет ее нормы-то этой. А самая простая позиция – на нет и суда нет. А нужно давать эти ответы. Если требуется, заказывать исследования, открывать снова кафедры, лаборатории. В противном случае будем иметь в самой непродолжительной перспективе армию малотрудоспособных граждан с массой хронических болезней и минимум социальной защиты. Армию малотрудоспособных граждан